привет меня зовут анна мы с вами продолжаем изучать окружающий мир и тема сегодняшнего урока моря озера и реки россии по плану мы сегодня с вами узнаем какие океаны омывают российскую федерацию также вспомним крупнейшие озера и моря россии и перечислим основные реки на территории россии посмотрите пожалуйста на физическую карту россии вспомните что изображаются на физических картах конечно изображается земная поверхность да и сегодня физическая карта нам нужна именно для этого для то чтобы посмотреть что же находится на поверхности земли а также какие водные богатства есть на территории нашей страны начнем мы с самой крупной единицы водных объектов это океан остановите видео и попробуйте сформулировать определение как вы понимаете что такое океан если вы это уже сделали давайте посмотрим какое определение верно океан это участок мирового океана земли дело в том что большой участок воды до который находится между находится до между материками да это все мировой океан и он делится условно на несколько частей так называемые океаны да и территорию россии омывают три океана это северный ледовитый океан тихий океан и атлантический но и что поговорим про каждый океан в отдельности начнем с северного ледовитого океана как вы уже сами знаете находится он в северном полушарии омывают нашу страну с северной стороны это холодный океан да ясно из названия ледовитый да там много льдов к северному ледовитому океана относятся такие моря как баренцево белая карская а и многие другие следующий океан это тихие тихий океан бывает на территорию нашего государства с восточной стороны к нему относятся такие моря как охотская японская берингово море тихий океан тоже довольно таки холодные тепла как такового к нам он не приносит ну и еще один океан атлантический если вы посмотрите на карту то это будет конечно для вас удивительно давить атлантический океан находится намного дальше чем мы знаем чем мы думаем да но на самом деле черное море и азовское море относятся именно к атлантическому океану атлантический океан имеет разные разные температуры по всей своей территории но конкретно черное азовское море довольно таки теплые и возможно вы ездили когда-то отдыхать на юг россии именно сюда именно к этим морям каспий вопрос кто-то называет каспий море а кто-то озером как вы думаете это море или озеро остановите видео подумайте если вы уже подумали и придумали давайте сравнивать и так каспийское каспий несмотря на то что его называют морем на самом деле озеро почему потому что море это такой водный объект который имеет выход к океану непосредственно да если мы возьмем то же самое черное море она имеет выход к средиземному морю а средиземное море имеет выход к атлантическому океану то есть море непосредственно связано с океаном а вот каспийское море да оно на самом деле не море потому что с океаном оно никак не связано оно находится от него далеко до отдельно никаких проливов между ним и океаном да или например азовским морем нету но каспийское озеро оно самое крупное на земле и вот часто морем называют именно из-за того что оно очень большое по своим размерам не путайте до каспий каспий это все-таки озеро это не море но еще какие озера есть в россии это конечно онежское озеро ладожское озеро называют их они ага батюшка ладога матушка моря который озера извините которые находятся на севере нашей страны недалеко от санкт-петербурга эти озера связаны реками свирь который протекает от онеги к ладоге ну а ладожское озеро соединено с финским заливом посредством реки невы который на которой как раз стоит город санкт-петербург что интересно что река него вообще по идее должна была бы течь из финского залива в ладожское озеро но это не так на самом деле она течет из ладоги прямо финский залив ну а финский залив уже выходит к морю ну и еще какие реки есть в россии на самом деле на территории россии очень 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 много рек но выделяют основные самые такие крупные это конечно волга самая большая река европы также обь енисей лена амур эти с этими морями в я думаю что вы уже знакомы ну что подводим итог мы сегодня с вами узнали какие океаны омывают россии также поговорили о морях и озерах находящихся на территории россии ну и перечислили основные реки на территории российской федерации у меня на это все спасибо вам за внимание до встречи на следующем уроке пока